Здравствуйте, уважаемые подписчики главного патриотического канала страны, очерки неугомонного Павла. Этот видеообзор посвящен расселенной деревне Ворожище Марьяновского муниципального района Омской области. Приятного вам просмотра! Прослушайте продолжение произведения Михаила Шолохова «Тихий дом». К просторному суходолу наростам прилипло имение Лесницкого «Ягодное». Меняясь дул ветер то с юга, то с севера, плыло в синеватой березне небо солнце. Наступая на подол лету, листопадом шуршала осень, зима наваливалась морозами, снегами, а ягодное также корежилось в одубелой скулке, и дни, отгородившие имение от остального мира, проходили, похожие, как близнецы. По двору также ковыляли черные утки-шептуны с красными очкастыми ободками вокруг глаз, бисерным дождем рассыпали цесарки. На крыше конюшни утробным кошачьим голосом мяукали крикливо опеленные павлини. Любил старогерел сечскую птицу, даже подстрельного журавля держал, и в ноябре дергал тот струны человеческих сердец, медноголосым тоскующим криком, заслышав невнятный призыв вольных в отлете журавлей. Но лететь не мог. Мертво висело перебитое в сгибе крыло, а генерал, глядя из окошка, как журавль, нагнув голову, подпрыгивает, рвется от земли, смеялся, разевая длинный под седым навесом усов рот, и басовитый смех плавал-колыхался в пустом белом зале. Вениамин также высоко носил плюшевую голову, дрожал студенистыми ляжками целыми днями в передней на сундуке, да одуре играл дурака сам собой. Также ревновал Тихон, рябую свою любовницу к Сашке, рабочим, к Григорию, к пану и даже к журавлю, которому уделяла лукерия избыток, перелившийся через края вдовьей нежности. Дед Сашка время от времени напивался и шел под окна выпрашивать у пана двугривенные. За все время случилось лишь два события, встряхнувших заплесневелую в сонной одуве жизнь. Аксиньими роды до пропажа племенного гусака. К девочке, которая родила Аксинья, скоро привыкли, а от гусака нашли за левадою в ярке перо. Видно, лиса пошкодила и успокоились. Просыпаясь по утрам, пан звал Вениамина. Видел что-нибудь во сне? А как же, такой чудесный сон! Рассказывай, коротко приказал пан, скручивая папироску. И Вениамин рассказывал, если сон был неинтересный или страшный, пан сердился. Эх, дурак, скотина! Дураку и сны дурацкие снятся! Приволчился Вениамин выдумывать сны. Веселый и занимательный. Одно тяготило его. Надо было изобретать. И вот за несколько дней начинал он придумывать веселые сны, сидя на сундуке и шлепая по коврику картами пухлыми и сальными, как щеки игрока. Тупов влипал глазами в одну точку, измышлял и до того дошел, что в действительности совсем перестал сны видеть. Просыпался, тужился, припоминая, но позади была чернота. Гладко, как стесано, и черно, не то что сна, лица ни одного не видел. Выдыхался Вениамин в нехитрых своих выдумках, а пан сердился, изловив рассказчиков повторно. Ты мне, пакосе такая, и в четверг этот сон про лошадь рассказывал. Что же ты, черт, тебя побери? Обратно видал Николай Алексеевич истинный Христос. Другой раз вижу, не теряясь, врал Вениамин. В декабре Григория с сидельцем вызвали Вешенскую в станичное правление. Получил 100 рублей на коня и извещение, что на второй день Рождества выезжает в Слободу-Маньково на сборный участок. Григорий вернулся из станицы растерянный, подходил на Рождество, а у него ничего не было готово. На деньги, выданные казной и на свои сбережения, купил на хуторе обрывском коня за 140 рублей. Покупать ходил с дедом Сашкой. Сторговали коня подходящие. Шестилеток, мастик гнидой, дислозадый, был у него один потаенный изъян. Дед Сашка, теряя бороду, сказал, дешевле не найдешь, а начальство не догребит. Хисту у них не хватит. Оттуда Григорий ехал на купленном коне верхом, пробовал шаг и рысь, а за неделю до Рождества явился в ягодное сам Пантелей Прокофьевич. Кобылу, запряженную в кашовке, не въезжая во двор, привязал к плетню. Захромал клюцкой, обдирая сосульки с бороды, лежавшей на воротнике тулупа черным бруском. Григорий растерялся, увидев окно отца. Вот так ну, отец! А Ксения зачем-то кинулась к люльке, кутая ребенка. Пантелей Прокофьевич, влез в комнату, напустив холоду, снял треуг и перекрестился на образ, обводя стены медлительным взглядом. «Здорово, живете?» «Здравствуй, батя!» – вставая с лавки, отозвался на приветствие Григории и шагнул в стол посередине комнаты. Пантелей Прокофьевич сунул Григорию в мерзлую руку, сел на край лавки, запахивая полу тулупа, обходя взглядом Аксинью, пристывшую у люльки. «Собираюсь на службу?» «А то как же!» Пантелей Прокофьевич замолчал, наглядывая Григория, испытывающий и долго. «Раздевайся, батя! Назяб их небось! Ничего, терпится! Самовар поставим!» «Спасибочка!» Соскабливая ногтем стулупа до внешнего пятнышка грязи, сказал. «Там привез тебе справу два шинеля, седло, шаровары. Возьми, все там!» Григорий без шапки вышел и взял с саней два мешка. «Когда выступать?» – полюбопытствовал Пантелей Прокофьевич, вставая. «На второй день Рождества!» «Что ж, батя, едешь?» «Поспешаю пораньше развернуться!» Он простился с Григорием и также, обходя взглядом Аксинью, пошел в двери. Уже держась за щеколку, стрельнул глазами в люльку, сказал. «Мать поклон велела передать, хворает ногами и, помолчав натужно, словно тяжелая, поднимая. «Поеду, тебя провожу до Маньковой. Ты готовься!» Вышел, окуная руки в тепло вязаных рукавиц. Бледный от пережитого унижения Аксинья молчал. Григорий ходил, искосо поглядывая на нее, норовя наступать на одну скрипучую половицу. На первый день Рождества Григорий возил Лесницкого в Вешенскую. Пан отстоял обеднюю, позавтракал своей двоюродной сестры-помещице, велел запрягать. Григорий, не успевший дохлебать миску в жирник со свининой щей, встал, пошел в конюшню. В легких городских санках ходил, серый в яблоках Орловский рысак, шибай. Повиснув на поводе, Григорий вывел его из конюшни, торопясь запряг. Ветер перевивал хрушкий колючий снег, по двору текла шипя серебристая позенка. За палисадником на деревьях нежный бахромчатый иний. Ветер стряхивал его и, падая, рассыпаясь, отливал он на солнце радужными, сказочно богатыми сочетаниями красок. На крыше дома, около задымленной трубы, из которого косо струился дым, зябкие чичикали галки. Они слетали, вспугнутые скрипом шагов, покружились над домом сизыми хлопьями и полетели на запад, в церкви, четко синее на фиолетовом утреннем небе. «Скажи, что подано!» – крикнул Григорий, выбежавший на крыльцо дворовой девки. Вышел пан, окуная усы в воротник енотовой шубы. Григорий укутал ему ноги, пристегнув волчью, обшитую бархатом ползать. «Погрей его!» – пан указал глазами на рысака. Запрокидываясь сквозь, удерживаясь в натянутых ругах тугую дрожь позжей, Григорий опасливо косился на раскаты. Помнил, как первопутку пан за неловкий толчок сунул ему в затылок крепкий непостариковский кулак. Спустились к мосту, и тут по дону Григорий ослабил вожжи, растирая перчатка, охваченные ветровым огнем, щепки. До Ягодного долетели в два часа. Пан всю дорогу молчал, изредка стучал согнутым пальцем Григорию в спину. «Останови!» – и делал папирожку, поворачиваясь к ветру спиной. Уже спускаясь с горы в имение, спросил. «Рано завтра?» – Григорий повернулся боком, с трудом разодрал изъявшие губы. «Рыла она!» – получилось у него вместо рана. Затвердевший от холода язык, будто распух, цепляясь за подковку зубов, выговаривая не твердо. «Деньги все получил?» – «Так точно!» «За жену не беспокойся, будет жить!» «Служи исправно!» «Дед твой – молодецкий был казак!» «Чтобы ты…» – голос Пана зазвучал в глуши, лесницкий спрятал от ветра лицо в воротник. «Чтобы ты держал себя достойно своего деда и отца!» «Ведь этот отец получил на императорском смотру первый приз за джигитовку!» «Так точно, отец!» «Но то-то!» – строго будто грозя закончил пан и совсем спрятал шубу лицо. Григорий с рук на руки передал рысака деду Сашке, пошел в губскую. «Отец твой приехал!» – крикнул тот ему след, накидывая на рысака по поту. Пантелей Прокофьевич сидел за столом, доедая студень. «Под шмельком!» – определил Григорий, окидывая взглядом размягшее отцово лицо. «Приехал служивый!» «Замерз весь!» – хлопая руками, – ответил Григорий и Коксинни. «Развяжи башлык, руки не владеют!» «Тебе попало!» – ветер-то в пику! Двигая приеде ушами и бородой, – гурчал отец. На этот раз он был гораздо ласковее. Аксинни коротко по-хозяйски приказал. «Отрежь еще хлебца, не скупись!» Встав из-за стола и отправляясь в двери курить, будто не изначай, раза два качнул люльку, просунув под положок бороду осведомился. «Казак?» Девка за Григория отозвалась Аксинья и, уловив недовольство, поплывшее по лицу и застрявшее в бороде старика, торопливо добавила. «Такая уж писаная, вся в Гришу!» Пантелей Прокофьевич деловито оглядел чернявую головку, торчащую из вороха тряпья, и не без гордости удостоверил. «Наших кровей!» «Ишь ты!» «Ты на чем приехал, батя?» – спросил Григорий. «Вдышлах, на Кобыленке, да на Петрова!» «Ехал бы на одной, моего бы припрягли!» «Не к чему, пущай порожним идет, а конь справный!» «Видал?» – чудок поглядел!» Продолжение следует. Благодарю всех тех, кто досмотрел этот видеообзор до конца. Подписываемся на главный патриотический канал страны. Очерки неугомонного Павла. Призываем подписаться родных и близких. До новых встреч, дорогие друзья! Будьте здоровы!